Доброе утречко! Мои любимые парфюмерные маньячки, маньяки и хомячки. Но не только они, а все те, кому нравится что-то красивое. Потому что сегодня речь пойдет о красивых флакончиках. Как часто я совершала покупки ароматов только потому, что мне нравились флакончики. Я думаю, что среди всех вас тоже есть такие же люди. Поэтому вы меня прекрасно понимаете. Если ты визуал и оцениваешь внешний вид, то, конечно, очень важно, какой он. И вот на парфюмах и ароматах на этом можно, конечно, совершать массу ошибок. Потому что не всегда содержимое соответствует флакончику. И даже, наверное, скорее, чем он красивее, тем больше риска, что что-то ты не то приобретешь. Тем не менее, удовольствие и радость и желание, надежда какого-то открытия совершить, она всегда присутствует. Поэтому у меня таких много. Я обещала в прошлом видео, что я постараюсь вам показать, рассказать какие-то красивые, которые мне понравились. Почему они понравились. О самих ароматах, наверное, буду очень мало и минимально говорить. Потому что сегодня немножко другое у нас направление разговора. И что ж, давайте, не откладывая в долгий ящик, начнем. И я даже не знаю с чего, потому что сейчас передо мной тут раскидано множество различных красивых флакончиков. У меня есть еще коллекция просто маленьких, пустых таких флаконов. Но все они все равно не дотягивают до тех, которые были раньше. Я вспоминаю эти времена. И у меня есть очень большая подборка фотографий красивейших флаконов. Конечно, там просто волшебство. Но и среди современного дизайна можно что-то найти. Наверное, стоимость флакона, она занимает очень много места в стоимости духов. Потому что, на самом деле, изготовить что-то красивое, интересное, сложное. Я работала немножко в своей жизни на стекольном производстве. И там всего лишь нам все делали пивные бутылки. И то это был нескончаемо сложный процесс. Я представляю, как непросто приготовить какие-то стеклянные флакончики. Сейчас очень популярна, когда вся эта нишевая парфюмерия, такая как бы очень дорогая. Она как раз предполагает такие различные, очень простые флаконы. Как правило, прямоугольные, из тяжелого стекла. Частенько тут какая-нибудь или металлическая, или какая-то надпись. И по-своему они тоже хороши, и они мне тоже нравятся. Вот эти простые формы. Хоть я и, наверное, не минималист в ароматах. Так буду показывать. Какая жидкость насыщенная красная. И, кстати говоря, она на самом деле красная. Когда ты на себя наносишь, надо смотреть куда. Потому что на одежду, а сына на белой блузке явно не стоит. Вот такие мне тоже, в общем-то, очень нравятся. Хотя душа требует чего-то большего. То есть, если он даже такой прямоугольный и простой, было бы здорово, если бы там были какие-то насечки, что-нибудь, какие-то бантики, что-нибудь такое. Вот это у меня такой бренд, называется Pamelatto. Итальянский вроде бы, и он ценится и считается достаточно таким дорогим. А у нас он вот как-то почему-то оказался на наших сайтах очень доступный. Поэтому польстилась на флакончик, но и сама жидкость оказалась внутри довольно приятная. Ну, конечно, к ниши, как его там некоторые пытаются отнести, я бы не отнесла. Вот такие флакончики. Так, что у нас тут? Любые, которые имеют какие-то грани, что-то такое. Вот, например, Lancome Tresor довольно интересное. И вообще на тему каких-то кристаллов. Этих таких много, флаконов, потому что это всегда красиво смотрится. Особенно если жидкость такого насыщенного цвета, приятного. То, например, Terry Mugler, какая-то версия там лимитированная, тоже вот мне очень нравится. Потому что он тут звездочка. И он такой вот насыщенный. Мне уже все равно, чем он там пахнет. И пахнет ли он вообще. Главное, что сам флакон, конечно, потрясающий. Потрясающий. Такой очень-очень красивый. Жалко, что красивые флаконы нельзя ставить на столики. Ну, разве что в очень темной комнате. Потому что, как вы знаете, желательно хранить их все-таки в темных шкафах всяких разных. А хочется же на них смотреть иногда. Ну, иногда можно достать, когда пасмурный день, как сегодня, и полюбоваться. Вот такой Ким Кардашьян тоже мне очень понравился. Флакончик у нее есть. Этот медовый аромат, безумно медовый. Поэтому здесь изображена металлическая пчелка. А есть там черный в таком же флаконе. Но он смотрится, конечно, не так красиво все-таки. Вот эта жидкость такая потрясающая. Что-то коньячное, что-то такое вечное. Какая красота. Я вчера, когда отбирала, я понимала, что я не смогу все показать. Потому что этого, наверное, слишком много всякого разного. Ну, вот какие-то, которые прямо просятся показать. Вот такой вот интересный черный, по-моему, «Жемчужина» называется. Элизабет Тейлор. Аромат сам, вот все эти темные ароматы, они такие немножко, конечно, чуть-чуть ретро. Но этот тоже в сторону прополиса, меда. Тоже такой медовый аромат. Лаконично, как будто ракушка такая, в общем. Форма ракушки. Очень красиво. Форма каких-то еще природных предметов. Или как их назвать? Предметов. Природные формы, например, в виде яблочка. Ну, это тема просто замечательная, которая может быть. У Нины Ричи много самых разнообразных яблочек. Разноцветных. Это так здорово. И у Лолит Олимпики яблочки. Они еще более красивые. Вот такие вот. Потрясающие совершенно. Хотя аромат мне не нравится из-за этого лакричника. Нина Ричи у меня лучше заходит. Она такая сладенькая, гурманская вот конкретно эта. А тем не менее, флакончики просто потрясающие. Как это здорово придумывать. Мне кажется, если ты придумал уже и аромат, и хочешь его запустить, ну, придумай ты какой-то совершенно уникальный, потрясающий флакон, который все будут... Ах! Ну, многие так и делают. Особенно какие-нибудь певцы, актеры, которые выпускают какие-то свои ароматы. Вот здесь у меня аромат Тейлор Свифт. Вот тоже такой мне. Один из первых, которые я покупала именно из-за красоты флакона. Вот здесь. Такой волшебный. Сам аромат такая легкая фруктовая водичка. Но такие штучки разные здесь. Хватает времени рассмотреть. Может быть, я слишком быстро показываю. Я просто боюсь, что я не уложусь. Или вот... Так, кто у нас здесь? А, Шерил. Какая-то, по-моему, певица, ведущая. Вот у него тоже первый аромат вышел вот в виде такой. Очень нравится вот аромат в виде капли, потому что они просто вот ложатся как-то в руку. Приятные. Хочется их так трогать. Так, мне кажется, маньячка какая-то. Вот такой вот тоже аромат. Приятный очень. Кстати, легкий, по-моему, что-то было такое персиковое. Ну-ка, вспомнить даже интересно. Да, абрикусики, персики такие явные. Даже с такой вот кислинкой. Незрелые, наверное, немножко. Вот такие вот. У Виктории Сикрет очень интересные. Есть ароматы. Очень вкусные. Флакончики. Ну, иногда ничего, а иногда так себе. Ну, вот я иногда покупаю такие флакончики. Хотя это, наверное, одна из самых покупок неудачных, потому что эти штучки не всегда работают. И они или засоряются, или через них все испаряется. Поэтому те, которые относятся серьезно к изданию своих флаконов с этими штучками, еще дают всегда дополнительно возможность закрыть крышечкой. И только если ты будешь пользоваться, ты переодеваешь как бы крышечку. Но здесь не было. И вот она, кстати, у меня заедает, что-то не работает. То она немножко поработала, потом перестала. Но сама вот эта помпочка мне так нравится. Мне что-то напоминает из детства. Скорее всего, какие-то дедушкины мужские одеколоны. Так, кто у нас еще тут из известности? Так, это, по-моему, Дженнифер Лопес. Кстати, о, забыла показать еще один очень красивый флакончик. Ну, вот этот такой маленький и такой позитивный и веселый. Даже не обязательно форма сама, чтобы была. Хотя и форма здесь в виде какого-то пузыречка с волшебным зельем. Знаете, как в сказках там открывает маленький пузырек, выпивает и превращается во что-нибудь прекрасное. Или наоборот, в ужасное. Но во всяком случае это напоминает вот этот волшебный пузырек с каким-то зельем. О, это напоминает пузырек, из которого Алиса выпила жидкость и потом выросла или наоборот уменьшилась. Я помню, там был пирожок «Съешь меня» и был пузырек «Выпей меня». Вот что-то из сказки. Тема сказок тоже присутствует в некоторых флакончиках. И вот в Анклиффе Арпальс есть серия таких сидящих на крышечке «Хей». Замечательно. А сейчас выходит еще один аромат. Если он до нас доберется, там будет сидеть у другого бренда. Ну, я уже посмотрела среди новинок. Там будет такая же металлическая, очень красивая, бронзовая, потрясающая русалка. Как это прекрасно вообще, когда такая фантазия. Сам аромат у меня, ну, ни о чем, кстати говоря. Такой, ну, обычный компотик, ничего такого сверх, но флакончик заставил купить его. Иногда попадаются какие-то очень странные, но это уже не современно. Это бижам, по-моему, называется. Он такой, тоже ретроиздание. Вот, необычный совершенно. Наверное, здесь у него бублик какой-то. Он тоже такой, мне кажется, очень оригинальный флакон. Интересный вот ради флакона. Я, по-моему, его тоже приобрела. Не пользуюсь, потому что аромат немножко для меня такой ретро тяжеловатый. Но, согласитесь, прикольный. Необычный очень. Я знаю, насколько тяжело делать маленькие стеклянные формы. Я даже знаю, как производится стекло для следующего аромата марки Роберто Кавали. У него, кстати, все флаконы тоже очень красивые. Вот такой под названием Флоренция. Делается сначала флакончик, потом накладывается вот это цветное стекло. Потом, когда все это остывает, сквозь это цветное стекло прорезаются вот эти все полосочки. То есть, очень процесс такой. Ну, то есть, если знаешь, то ценишь еще, наверное, больше аромат. Но самый аромат мне не понравился. Вот, наверное, первый из ароматов Кавали, который мне вообще никак не зашел. Ну, может быть, он отстается и будет для меня более носибельный. Пока я его как-то так не разобралась. Остальные флакончики у Кавали покажу. Они просто прелестнейшие. Здесь есть все, что мне нравится. Это округлость, и это изысканность, и какие-то детали, которые тоже, в общем-то, украшают. То есть, это вот такой, сразу представляешь себе, столик какой-нибудь Мадам Пампадур. И там вот что-то подобное стоит. Хотя тогда, конечно, не было никаких распылителей. Были различные ароматы с притертыми крышечками. И хочу какой-нибудь старый флакончик найти с притертой крышечкой. Среди современных нашла марку под названием Пинхолигон. И у них вот такие потрясающие. Действительно, в старинном стиле. Но крышечка не притертая. Это просто крышечка. Она снимается, и там будет тоже распылитель. Но выглядит оно на самом деле как будто бы это вот тот самый старинный флакончик. Они все такие вот с бантиками разнообразные. И просто прелестные. И очень красивые цветочные разнообразные ароматы у этой марки. Она такая уже, ой, не молодая. И там тоже, наверное, больше ста лет. И они вот взяли за основу именно сохранить вот такой потрясающий ретро-винтажный вид. И я им за это крайне благодарна. Потому что держать такой флакончик в руках, это уже какое-то наслаждение. Так, сейчас подумаю, что еще показать. Тоже из-за флакона купленный. Но аромат самый потрясающий, интересный. Горьких таких сухих трав. Это Ralph Lauren Safari. Когда-то я вам о нем рассказывала. И сам флакон вот такой вот хрустальный, тоже с этой жидкостью потрясающий и тяжелый. И вот его хотелось бы тоже держать на столике, но нельзя, нельзя, надо его прятать в шкаф. А запах, конечно, горький. Невероятно красивый. Не ретро, не альдегидный, но такое что-то в нем есть завораживающее совершенно. И если было бы сейчас солнышко, оно бы падало бы здесь какими-то лучами на этот флакон. Он бы весь искрился. Потому что вот прямо хочется сказать, что он хрустальный. Потрясающе красивый флакон. Еще ряд флаконов, выполненных тоже вот так, достаточно дорого. И по мотивам, кстати говоря, кажется, что чем-то наковали. Даже похоже, потому что вот эти тоже крышки с такими штучками, вензелями тут. Это у нас так. Ну, в общем, я даже не вспомню, а кто знает, тот знает. Там целая серия подобных разных флаконов. Ну, надо же, как у меня иногда с утра еще не включился мозг. Вот такие вот тоже флаконы красивые. Так, что бы еще показать? Нравится, как это ни странно, мне нравятся матовые флаконы. Поэтому даже если он вот такой сам может быть простой, Аквадиджоя, Армани, но он такой матовый. Он такой, ой, есть очень красивый, тоже не достала. Он не матовый, но мне нравится он именно какого-то нежного такого же оттенка. Это у Арифлейма, Элви, кто знает, такой в виде камушка морского, такой потрясающий, конечно. И вот эти тоже иногда, вот этот точно был куплен, потому что он тоже такой матовый, красивый, сумасшедший совершенно запах зелени. Это старое такое издание, где-то годов-то, наверное, 90-х. Поэтому аромат ядреный. Ну, вот такие оттенки различные, зеленого. Я тут вся в зеленом прямо. Хорошо как-то, наверное, смотрюсь. Вот такие вот. Иногда матовые флакончики мне очень нравятся. Так, о, еще из красивых забыла. Он тут завалялся. Тоже Лолит Олимпика. Тоже милый совершенно флакончик. Так, как бы его показать, чтобы вы увидели. Здесь на крышечке, ну, крышечка, к сожалению, не стеклянная, пластиковая. Вот это большая беда. Но я понимаю, что сделать что-то такое стеклянное, это, наверное, будет стоить безумно дорого. Здесь такой милый маленький волшебный олененок. И сам аромат, он тоже нас отсылает куда-то к волшебной стороне. Потому что и коробочка такая вот изображает волшебный лес. И, кстати, он оказался приятен. Я боялась, что он будет тоже непереносим для меня. Но нет. Такой, по-моему, он даже с крылышками олененок. Надеюсь, вы видите хорошо. Это что-то восхитительное просто. Тоже был куплен из-за красивого флакона. На мне можно делать бизнес на красивых флаконах. Так, сколько же там времени? Есть еще времечко поболтать. Покажу вам очень тоже изящный флакон. Фенди Фуриоза. Маленький такой в оплетке. Посмотрите, какая прелесть. Что-то невероятное. Уже все равно какой там аромат. Такой, наверное, Фуриоза есть. Фуриоза какая-нибудь. Ну, нет. Он просто немножко такой шипровый. То есть чуть-чуть напоминает чем-то мне одеколон. Такой резкостью какой-то своей. А, в общем, думаю, что если под выветрится, то красиво. Ну, и невозможно было устоять, не взять вот такой вот флакончик. Может быть, надо было не на фоне меня, а вообще просто показывать их крупным планом, чтобы вы могли рассмотреть все эти детали различные. Еще один тоже укинзо. Мне этот очень нравится. Он мне напоминает и сам флакончик интересный, и вот крышечка потрясающая совершенно. И он напоминает мне очень сильно запах помидорных вот этих веточек, листьев веточек. Когда в магазине продаются помидоры вместе с веточками зелеными, они вот так вот пахнут по помидорному. Очень вкусно. И вот это просто копия этого запаха, и поэтому пользоваться на себе нет. Но вот иногда так хочется что-то такое ощутить. А сам по себе вот такой цветок нежный. Причем здесь помидорный запах. Надо было в виде красной помидорки, может, выпустить его. Еще один изысканный такой небольшой флакончик. Он, по-моему, 25 миллилитров. Я бы была бы только за, если бы можно было покупать маленькие флакончики. Я почему люблю еще миниатюрки. Потому что чем меньше флакончик, но если он повторяет форму такого, можно сказать, взрослого полноценного флакона, он выглядит намного изящнее, интереснее. Это Лаура Бейджотти, Венеция. Такой, ну, тоже как будто бы немножечко ретро-аромат, потому что он не компотик, не... Давайте-ка я сейчас немножко восстановлю в памяти. Говорила, не буду рассказывать об ароматах, сама говорю. Что-то интересное такое вот. Смолистая лодки Венеции на канале. Сама Венеция, наверное, запах вот такой, какой там есть. Я там никогда не была. Но, наверное, когда ты гуляешь по ней, это и напоминает какие-то колокольни венецианские. Сам запах, наверное, тоже. Ну, в общем, флакончик тоже потрясающий совершенно. Из путешествий есть такой вояж на Цейлон Адольфа Домингеса. Приобрела, потому что, конечно, на фото вот эта крышечка смотрелась потрясающе. А сам он такой простенький, квадратный, тяжеленький. Тут еще какие-то детали есть. Но вот здесь самое главное – это вот эта крышечка. Красивая крышечка тоже может сделать весь флакончик интересным. Еще, кстати, похожая крышечка, сейчас покажу вам, есть у марки Нобела 1942. Сам аромат – полнейший восторг. Это нежные яблоки с корицей. И это, конечно, тоже такой нишевый уже аромат. И, смотрите, крышечка тоже такая очень тяжеленная, красивая. И сам аромат восхитительный совершенно. Просто прекраснейший. Давайте-ка я чем-то же должна с утра пахнуть вкусно. И чтобы это доставляло мне наслаждение и удовольствие. И хорошее настроение. Ой, мне-ка он казался в какой-то момент, что он такой слабенький. Да никакой не слабенький он. Прямо сейчас вот все – яблоки, корица, пирог яблочный. Какая красота! Уже настроение прекрасное. Ну, как бы не собиралась показывать какие-то флаконы таких сетевых ароматов. Ну, свой любимчик, Джорданик Голд Эссенса, покажу. Они так расхваливали тоже эту крышечку, что она там с усальным золотом. Ну, и сам флакон такой тяжелый, добротный. И аромат мне очень нравится. Вот он уже заканчивается. У меня еще два купленных впрок. Потому что, ну, уже не всегда так хочется наносить. Уже немножко он мне тоже поднадоел. Но на какие-то вот погоды, когда хочется хорошего настроения, такого вот солнечного, я его всегда все равно использую. Еще из моих любимых и сам ароматный флакончик мне очень нравится Валентина Донна со словом «Аква». Он сладко-миндально-грушевый. Прекраснейший аромат. Такой вот. И сам флакончик прелестнейший. У меня тоже уже есть пару пустых флакончиков. Покупаю всегда в 30 миллилитров. Наверное, надо покупать больше. Но по цене там я пытаюсь как-то тоже немножко. Вот. Прелесть какая. Вот тоже могу наносить в любой... Вот сегодня у меня слово «паразит» тоже. Я уже сколько раз его сказала. Могу наносить в любое время, в место, в любая погода. И всегда он все равно вызывает у меня самые положительные, прекрасные эмоции. Вот этот мне нравится тоже, потому что есть такая металлическая плетка. Это из серии «Аква Аллигория». Там все будут ароматы такие, только разного цвета, разные названия. А сама форма будет сохраняться. Мне кажется, очень изящно, изысканно. И особенно, когда их так несколько, скажем, на столике стоит, должно смотреться замечательно. Этот «Пера Гранита», по-моему, он с таким хорошим ароматом грейпфрута, который мне очень тоже нравится. Такой свежий, сладкий, приятный. Ну, может быть, не очень стойкий, к сожалению, но первые минуты божественные. И осталось у меня четыре аромата. Каждый из них... Они разделены два плюс два, потому что одна... А нет, три фирмы. Три бренда. Ну, начну с, опять-таки, Ван Клифф и Арпельс. Кто знает, они не всегда выпускали парфюмерию. Это был ювелирный дом. Я думаю, что и сейчас они до сих пор этим занимаются. Но вот в какой-то момент их осенило выпускать ароматы тоже. И флакончики они стали делать в виде каких-то драгоценных, каких-то ограненных кристаллов, камней. В данном случае крышечки такие, они просто волшебные. Смотрите, как это все выглядит. Это, на самом деле, как некое ювелирное изделие. Тоже мне уже все равно, что там будет внутри. Главное, что это очень красиво. Невероятно красивые, конечно, флакончики. Вот, конкретно крышечки красивые. Такие вот тоже маленькие драгоценности. Надо было бы мне здесь какой-то такой лучик пустить от лампы. И она бы освещала. И вот эти все грани бы переливались бы, наверное, очень красиво. И последнее тут покажу. Флакончики, которые так или иначе нас куда-то к женским фигурам относят. Буквально пару дней назад показывала аромат, который мне очень не нравится. Дешевый, кстати говоря. Там 4 евро стоит. Бренд Амерто. И он такой очень ретро. Но сам флакон, вот эта изящность, какая-то линия таких женских, хочется сказать. Вот такой он. Поэтому он у меня остался. Из-за красивого флакона. И органза Жванши. Тоже вот фигура женщины. Очень красивая была там реклама. Такая же фигура у женщины. Она где-то там в песках идет. Вот такой вот красивый тоже флакон. Насыщенная такая темная жидкость. Сам аромат потрясающий, конечно. Такой классический. И у Сальвадора Дали тоже есть такие фигурки различные, интересные. Женские. Немножко более вызывающие. Тут занимающие какие-то позы. Но тем не менее, смотрите, как это замечательно смотрится. Это так необычно, красиво. Ну вот, такая у меня история. Смотрю, что уже практически наговорила на все минуты, которые у меня отведены мне. Рада, что уложилась. Расскажите о своих самых красивых флакончиках, которые у вас самые любимые. И до следующих встреч. Всего хорошего. Пока-пока.